МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Егор Викторович. Добрый день. Действительно, тема актуальная. Что это за дистанционное мошенничество? О каких именно преступлениях идет речь? Ну, давайте сразу условимся, что это наименование носит условный характер. Такой статьи в Уголовном кодексе вы не найдете, что, конечно, не исключает уголовную ответственность. Она есть и предусмотрена разными статьями. Зависит это от способа совершения преступления и наступивших последствий. Но я думаю, что мы сегодня не будем вдаваться в юридические тонкости и назовем основные характеристики этих деяний, которые позволят нам отличить и сконцентрировать внимание телезрителей. Речь идет о том, что это всегда корыстные преступления, направленные на наши с вами безналичные денежные средства. Это ключевой момент, именно безналичные. Второе, они всегда совершаются дистанционно. Это слово прозвучало в словосочетании, которое вы упомянули. То есть иными с вами бесконтактно. Непосредственного взаимодействия с потерпевшим не происходит. Физического контакта. Физического, да. Но в третий момент всегда есть элемент обмана. И он может изменяться, мы об этом поговорим, но цель у него всегда одна — убедить вас под каким-либо предлогом либо перечислить денежные средства, либо дать возможность преступникам получить контроль над вашим счетом. Ну, насколько я знаю, речь идет о тысячах подобных преступлений. В чем причина такой распространенности? В том, что все больше людей пользуются безналичным расчетом? Или в чем еще? Действительно, мы отмечаем устойчивую тенденцию к росту подобных преступных посягательств. В текущем году пострадало уже более 4 тысяч жителей Алтайского края. Ущерб измеряется десятками миллионов рублей. Вы правильно отметили, что здесь есть, я думаю, прямая связь с самой распространенностью безналичного оборота денежных средств. И стало удобно и перечислять деньги, и совершать покупки, и оплачивать товары, услуги в сети. Кредитные организации, используя современные технические средства, всячески упрощают оборот этих денежных средств. Но обратите внимание, что в ровность той степени, насколько это удобно нам с вами, это комфортно и преступникам для совершения хищения. Тем не менее, безусловно, безналичный расчет удобен, и вы об этом сказали, но, возможно, банкам следует как-то ограничивать эти функции или суммы перечисляемые, потому что количество таких преступлений только растет, и у вас работы только добавляются. Да, я с вами отчасти соглашусь, но только отчасти. Банки ориентированы, конечно, на увеличение своего оборота. Их по-своему понять можно. С другой стороны, мы понимаем, что вернуться в ситуацию, когда для совершения покупки или перечисления близким какой-либо суммы нужно будет идти в офис и общаться с конкретным сотрудником, мы в эту реальность уже не вернемся. Но другое дело, что, я думаю, нам с вами и нашим телезрителям можно попробовать поменять отношение к самим безналичным денежным средствам. Вот обратите внимание, что мы же задумываемся о безопасности наших автомобилей дорогих и недорогих. Мы устанавливаем сигнализации, мы… Каска. Каска, да, страхуем. Мы думаем о том, как обезопасить наше жилище. Хорошая дверь, замок и так далее, и так далее. Этот пример и можно приводить. Страховый механизм, да. Но мало кто задумывается о безопасности денег на своем счете. Хотя само по себе их наличие ставит вас в число потенциальных целей для преступников. Я думаю, что наши телезрители мне, конечно, могут возразить, сказать, что, ну, слушайте, ну это же деньги в банке, мы же доверили их кредитной организации, которая профессиональный участник этого рынка и должна обеспечить их безопасность. Но это только отчасти, правда. Почему? Потому что большинство этих преступлений совершается при непосредственном участии самого потерпевшего, который тем или иным способом помогает преступнику обойти те барьеры, которые банк построил, чтобы сохранить его деньги. Ну, количество подобных преступлений растет постоянно, и вроде и в СМИ, и в социальных сетях постоянно происходит определенный ликбез на эту тему, но тем не менее люди попадаются на уловки мошенников. С чем это связано, на ваш взгляд? С тем, что каждый считает, что уж его-то это не коснется или с чем-то еще? Ну, в том числе и это. Я повторюсь, чтобы меры безопасности, о которых мы сегодня поговорим, начали действовать, вы должны четко понять, что вы в этой опасности находитесь. И тогда у вас возникнет закономерное желание какие-то представить этому преграды или каким-либо образом подготовиться. Вот давайте назовем основные способы, как это происходит, чтобы уже объяснить. Да, конкретная схема, это интересно. Суть в чем? Большинство этих преступлений совершается путем телефонного звонка. Ну, например, сейчас наиболее распространены звонки якобы сотрудников безопасности банковских структур, которые говорят о том, что у вас какие-то проблемы со счетом, вы совершили какие-то сомнительные операции. Может быть, звонок от страховой организации, которая говорит, вам положено возмещение, или участник лотереи говорит о том, что вам положен большой выигрыш. Не потеряли актуальность и звонки родственников, ну, якобы родственников, которые попали в беду, им срочно нужно помочь. Да, родственник попал в беду. Да, вроде бы этому уже много лет. Уже набила оскомину эта схема. Но даже стало уже своего рода мемом. Но и это не исключено. Почему, в принципе, я об этом говорю? Потому что эти способы можно продолжать бесконечно. И мы, наверное, нам не хватит никакого времени их перечислять. Я думаю, что важно определить цель этого обмана, цель этой информации. Съем денежных средств у населения. Ну, оказывается, это конечная цель. Но я думаю, что у преступников есть и промежуточная. Подобная рода информация ставит человека, который ее воспринял, в ситуацию, когда он принимает решение в состоянии повышенного эмоционального возбуждения. И обратите внимание, что принципиального значения не имеет. Вас обрадовали внезапным выигрышем или вас огорчили бедой, которая произошла с вашим близким. А кто чаще всего становится жертвой подобных мошенничеств? Это старшая категория населения или, наоборот, молодежь? Ну, мы можем сказать, что треть преступления совершена в отношении жителей края, которым более 50 лет. Но я бы не стал большое внимание уделять возрасту, потому что мы немножко затронули тему психологии этих преступлений. И эти методы еще называют методами социальной инженерии. Наверное, слышали такое выражение. Суть в чем? В том, что информация негативная, к примеру, ваш близкий попал в беду, она объективно вызывает реакцию тревоги и желания помочь. И такая реакция в целом не зависит от возраста человека, который воспринимает. Другое дело, что мы с вами можем подумать о своих родителях, которые находятся в пожилом возрасте, о том, чтобы как их подготовить к этой ситуации. Может быть, смоделировать. И если вы не уверены, что они смогут адекватно, объективно и критически воспринять эту информацию, то есть и более радикальные способы их обезопасить. То есть самостоятельно управлять их чертами? Ну, не совсем так. Хочется, конечно, сказать, снимите деньги, положите под подушку. Но мы с вами выяснили, что без пластиковых карт мы уже жить не можем. Поэтому я бы предложил в том числе задуматься о визите в банк и проговорить с сотрудниками кредитной организации, какие ограничения можно заранее установить на счет. Может быть, это лимит по обороте карты в течение дня. Может быть, запрет на какие-то дистанционные операции. Ну, как минимум, например, запрет на получение кредитов онлайн. Почему мы об этом говорим? Потому что вы же рискуете не только деньгами, которые у вас непосредственно есть на счете. Отдав доступ к мобильному устройству, к мобильному банку преступникам, они могут и за вас и получить кредит, который также обналичат. Но, тем не менее, если деньги уже со счета сняты, что можно сделать в такой ситуации? Ну, прежде всего, мы должны сказать, что нужно обратиться в банк и попытаться заблокировать все операции по счету, соответственно, которые у вас есть. Второе — это, конечно, сохранить ту или иную информацию, которая у вас сохранилась на мобильном устройстве, может быть, на персональном компьютере, и попытаться сохранить доказательства. Ну и в дальнейшем это, конечно, обращение в органы полиции. Дежурные службы ориентированы на оперативное рассмотрение такой информации и при необходимости возбуждения уголовных дел. О всех возникающих проблемах в этой части вы можете обращаться в органы прокуратуры, мы будем разбираться. Мы сегодня с вами не говорили об этом, но основная задача органов прокуратуры, одна из основных задач — это обеспечение уголовного преследования виновных лиц. И она будет последовательно решаться. От того самого обращения до приговора. Ну что ж, спасибо вам большое за ликбез, за популярный рассказ. Надеюсь, он был многим полезен. Еще раз обращаем внимание телезрителей, подобные преступления невозможно совершить без вашего непосредственного участия. Будьте внимательны и до встречи в эфире телеканала Катунь-24.